что отношения можно пересмотреть. Я неуполномоченно делаю такие заявления, и я сказала только то, что я на это надеюсь. У меня нет информации о том, что планируются какие-то шаги. Шаги, значительные, которые будут поворот. Это, конечно же, как ты понимаешь, шалва, это встречи, и это хотя бы какие-то... Я объясню, чтобы люди это понимали. Какие-то предварительные консультации. Пока такого разговора нет, но подчеркну еще раз, в рамках той политики, которая проводилась на протяжении последних лет, вступление России в ВТО и отмена виз со стороны Грузии, это очень... Это все, что ты думаешь, что Саакашу из Хидан шецула. Да, да. Я объясняю, что это было им, а сначала это было первое, или на ВИДЖЕМИ. Как я могу сказать, что мы их не можем. Саакашу из Хидан шецула, а вот как они должны делать тактику русского Тиртоба, что ли? Когда Шанхуа считает, что Саакашу из Хидан шецула, что это было слабо, как Виткоинский сменит адреса, мы с Робертом Ситидзолен тросватарем социологическом селевсидом ушел кидоватик. Например, я смотрела, когда Михаил Николаевич выступал в Баку, вдруг абсолютно удивительно для меня пошли твиты на русском. Я понимаю, что это не он ведет твиттер, что это ведет его команда, но когда пошел твиттер на русском, когда стали говорить о комплиментах в адрес России, ну я даже сама не поверила тому, что... И кай, ты шел каймак, ты наукуре. Я просто почуну, чтобы люди меня понимали, я Грузинка, Грузия моя родина, и когда я вижу, что даже тот руководитель, тот президент, которого я критиковал и критикую, делает шаг навстречу России, который может помочь огромному количеству людей, то есть, чтобы я не враг своей родине, чтобы этот шаг не отметить. Я же не слепаюсь. Хорошо, хорошо, мы с вами говорим, что сейчас живет, это не может быть проблемой. Мы начались отpoвать их. Субтитры сделал DimaTorzok Как вы видите что в полиции на feu, на котором Русских войну, а также ружья, типа полиции. Русские пъцены возникли, вы ganz устали на СМС-СКА жертвы. Ну всё, я хотел бы сказать, но ко мне не было, это Владимир Багалит. Русские войны в Беда-Классаде. Русские войны в России, мы относимся к Русские войн, мы рады, как Вы, о чем-то ближе и пречи, но с вами его приседатель, Мы не отзывали что-то на самом деле. Что вы не заставили? Это что не заставили в русских, чем всегда. Что мы обсуждали, что у территории России стали более интересными. Что вы нашли, что это стало в quê? Что вы не задавали в этих местах? Да, слушайте. Ну мы не задавали, что говорит на реальном описании. Я», что я снял посетительные комментарии. Что вы надеяли, и что нам не интересовались на самом деле... Я помогала в нашей стране. Единственная снижение политика. ... ... ... Но я насколковал, в этом случае не знал, чем я думал, что я считаю, что он не мастером, а потом создавал его политику. Я считаю, что он не любил его, и я думаю, что он будет решать это? У нас есть в Казанистане, которые являются угрозами и он создавал тех, кто просто стал ясно иметь, и я думаю, что мы не KNOW, когда они подавили. Что пойдут в Казанистане? Это, что в Кремле было даже олигархами, бизнесмены и политиками. Почему мы были с Рома? Мы с Россией с Магалитой многих, если вы все выступили с Фавиарем, то мы с Прохоровой с Магалитой. В Романишнолубаке, с Айданак Куле и с Ударом. Прохоровы и Кремли с проекта, как бы? Секундочку. Я по порядку. Здесь очень интересно. Я многое знаю. Если вам интересно, я могу много рассказать интересного. Давайте написали с Романовой. Но это, понимаете, это 21 век уже. Давайте немного говорить о других категориях. Неважно, откуда появился импульс, давший Михаилу Прохорову мысль о том, что он должен стать политиком. Важно то, как прошла его рекламная и предвыборная президентская конференция. Как прошла? Как прошла. Вот я тебе приведу такой пример. Я же член общественной палаты. И в общественной палате никогда не было ни одного кандидата в президент. Я сделала круглый стол по образованию. Вот здесь хочу обратить ваше внимание. Президентская программа это то, исходя из чего народ выбирает президента. Я не знаю программу Бедина Иванишвили. Я знаю, что Саакашвили сделал плохого и что Саакашвили сделал, очевидно, хорошего. Когда, например, Черчилль выиграл войну, его англичане после Великой Отечественной войны не выбрали премьер-министром. Да, окей, вычит это. Я сейчас объясню. С одной простой формулировкой. Нас не устраивает ваша экономическая программа. Когда я собрала круглый стол и стала говорить об образовании, ни у одного, обращу ваше внимание, ни у одного из кандидатов в президенты Российской Федерации, кроме Путина, а то, что делает Путин, мы и так знаем, потому что это делает Министерство образования Российской Федерации, не было четкой программы по образованию. Но я не могу сказать, что это не только президентской гонки, когда у людей нет даже вот этой программы, не говоря экономически. Саакашвилис ганатлевиз программа «Итснофт». Одна, я секундочку, я договорю. Одна программа не только у коммунистов, но эта программа, простите меня, была в моем детстве, и мы все от этой программы бежали без оглядки, и к ней возвращаться не собираемся. Я не знаю, я вот как раз совсем недавно обратилась с запросом по министру образования Грузии, для того, чтобы он поделился опытом для моего сайта «Умная школа», который является и платформой для форума «Умная школа», потому что очень многие люди мне рассказывали о том, какая реформа была сделана в образовании. Я не видела, я не была в Грузии, я этого не знаю. Но мне рассказывают, шалва подтвердили опровергни мои слова, что в Грузии в школах уровень дисциплины не сравним вообще с тем, где училась я, где получала образование я, что дисциплина сверхпоказательная. В школе есть полицейские. Говорить об изнасиловании, продажах наркотиков и насилии в школе просто в Грузии сегодня даже смешно. А в России так бывает? Ну, в России как раз это очень серьезная сегодня проблема, потому что насилие в школах сегодня является для ежедневного обсуждения. Это вы, конечно, вы знаете, Русские не будут. Если вы не верите, то вы не верите. Если вы не верите, то вы не верите, что это не верите. Если вы не верите, то вы верите. Вместе с этим не верите. Можно я как раз это дополняю к предыдущему вопросу? Поэтому, возвращаясь к свободе и к выбору, и к тому, что происходит в России и Грузии, не важно, понимаете, откуда взяты деньги на предвыборную кампанию, если они взяты законным путем. То есть, если никого не ограбили, если эти деньги заработаны честным бизнесом, какая разница откуда? Главное, что они заработаны. Вопрос просто в том, у кого какая программа и кто что предлагает. В Америке невозможно стать президентом, не побывав губернатором. Поэтому вот эта тенденция в Грузии и в России меня искренне удивляет, когда люди, не имея никакого опыта политической работы, административной работы, государственной работы, просто сразу хотят стать президентом. Это искренне удивляет. Те кандидаты, которые были в этой президентской блоке, я об этом много говорила и писала, они выступают на зеленом концерте. Что такое зеленый концерт? Это последний концерт в спури у артиста, когда он может делать все, что хочет, потому что он, правда, последний. Те кандидаты, которые были, их уже не будет на следующих президентских выборах. Это всем очевидно. Поясню почему. Жириновские, Зюганов, Миронов – это люди, которые не раз выдвигались в президенты России и всегда проигрывали. Америка – это армия. Это не правда, я вам скажу. Что касается Явлинского, все прекрасно знают, что его команда сработала плохо и на самом деле у него были найдены фальсификации, поэтому его не выдвинули, потому что всерьез думать о том, что Явлинский победит на выборах, просто смешно. Это был единственный кандидат на прошлых выборах, который набрал подписи за то, чтобы стать президентом больше, чем потом голосовал. Дина, а Навального будете показывать? Навального. Что ты говоришь? Я тебе по этому вопросу тоже отвечу. Подожди, пожалуйста. Тебя же вырезали. Тогда я тебе на это отвечу. Ну возьми журнал «Тайни». Ты сейчас смотришь голосование, которое идет в журнале «Тайни». Хорошо. Обратите внимание. У нас одна минута. Роберт Нюхты. Саакашвили садми. Саакашвили садми. Симпатия бы кезердебата с чтабет стилебам чеба. Иван Ишвили садми, «Ариць ноб, Тараперид». Вода и наш Отвечу. Мне очень много задают вопрос по поводу того, когда же я наконец-то начну работать во власти. В российской, в России, вот в Грузии, в Грузинской. Я отвечаю. У меня компания, которую я руковожу, которую я планирую руководить до тех пор, пока я не выполню обещания, данные мной в другой прессе. Пока я не стану хозяйкой миллиардной компании, я останавливаться не собираюсь. Меня это в рублях или долларах, или в евро. Форбс и Сиаши недорога. Ты, видимо, невнимательно мониторишь российскую прессу. Невнимательно. Все люди даже знают, что я говорю исключительно в долларах и в евро. Конечно. Хорошо. Алло. Да. Хорошо. Большое спасибо. Огромное спасибо. Ты не могла бы... Это круто, что ты не могла бы сказать. Ну, знаете, я бы, наверное, так как у меня первый раз появилась возможность поговорить с русинским. Я бы хотела бы сказать молодому поколению, которое сейчас смотрит меня... Маши картула, ты не могла, русский арактлаут. Да, картула, 20-го. Да, я не могла бы сказать, что русский арактное, а также у нас все родные важные задачи. Если я чувствовал бы в том, что русский аракт sujet, то, если мы уже приезжали в работу, то, что русский арактенкой... Что мы говорили, что к русский арактной истории был изiquелен, и они имели свою арактную 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 смену. Я не знал, что я никогда не переставала мечтать, и вот это меня научил Шалвара Мишвили. Ах да, русский. Да, я сказал, что это, я ещеора представитель, которые ты рассказал. Так и я, когда ты говоришь в этом, здесь я буду разговаривать. Вот так и, что ты говоришь. Так у нас говори, ты говоришь, что это уже у тебя! Не знаю, что ты говоришь. Ах да, что мы говорим! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok